У плута колпак дымится. Подруга-подельница памперса и изумрудного торговка сомнительными товарами Аленка точно иллюстрирует эту поговорку. В сообщениях на площадке Мешок Аленка раздавала советы остальным продавцам сомнительных товаров, как, обратившись к администрации аукциона, можно избавиться от критикующего обсуждения под сомнительными лотами. В комментариях под моими роликами Аленка неоднократно напоминала мне учить матчасть. Погрузившись в каталог и вооруженный новыми знаниями, я вернулся к лотам Аленки. Хирурги обычно тренируются делать вскрытия на совершенно бесполезных тварях, крысах и различных земноводных. Разумеется, я остановил свой выбор для тренировок на лотах продавцов сомнительных товаров. На отполированных деталях видно пористую структуру металла, характерную для гальванокопий. Если отмыть черные следы такопроводящего материала, оставшегося от гальванической формы, на ложке обнажаются остальные замаскированные следы гальваники, недокопированный рельеф и рытвины на плоской поверхности. На ложке несколько клеем, все они фальшивые, начиная с именника ювелира. Согласно справочника Постниковой-Лосевой, подобные клейма ГК использовал серебряных дел мастер Герасим Копылов. Кроме этого, на рукоятке ложки, с которой снимали форму, была трещина по клейму. Эта трещина вместе с клеймом перенеслась на гальванокопию ложки. Из пятидесяти с лишним человек, сделавших ставки, ни один не усомнился в подлинности этой фальшивки. При этом свои ставки перебивают одни и те же персонажи, повышая цену. Торги по этой ложке вот-вот закончатся. Желаю победы в аукционе счастливому обладателю ложки известного ювелира Герасима Клингертовича. Лопаткой для мороженого может получиться. Ну а как, расскажи. Снимаешь, просто хлебало меньше получится. Так тут снимать уже нечего. Вот, а если ты досюда снимешь, то будет, я же говорю, будет лопаткой для мороженого. Нет, ты не понял. Я понял, я сам так делаю, чего рассказываешь. Конечно. Это отбраковка. Уже там будет чайная ложка с ручкой. Чайная полудесертная. Фуфлодеятели, слышали, Петрович для вас вывел новую формулу. Если ложку столовую урезать, то она будет называться полудесертная. На канале Антикварный Ареал в Бусте уже можно посмотреть полный формат этого ролика. А для зрителей YouTube специальная льготная подписка. Ссылку оставляю в описании ролика.